Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня наша тема – реанимация. Реанимация кустов смородины. Бывает такая ситуация, что вы купили участок или наконец-то добрались до своего участка, который долго был без внимания, и обнаружили, что несколько кустов, ну, образно говоря, выглядят очень плохо, фактически умирают. На ветках болезни, ветки усыхают. Но вы не хотите терять куст, он дорог вам, как память, или вы только посадили новое, а урожая еще недостаточно, и вы просто хотите его реанимировать, спасти. Как это можно сделать с минимальными, говорится, средствами и затратами? Итак, первое, что мы должны сделать, это посмотреть на свой куст. Есть ли смысл его вообще восстанавливать? Если мы видим, что куст, несмотря на его состояние, дает новые побеги, их можно узнать по более светлой коре, это значит, что с корневой системой у него все в порядке, потенциал у него есть, и возможность реанимировать у вас тоже есть. Что мы делаем в первую очередь? Самое главное, мы удаляем все заболевшие, все усохшие, мертвые ветви, их обрезки и части. Их на растении быть не должно. Итак, что вот мы здесь видим? Кустик очень страдал, видите, у него засохло несколько ветвей, и даже поселились уже грибки. Это туберкулярия. Сама по себе она не опасна. Она поселяется только на тех побегах, ветвях, которые либо отмирают, либо уже погибли. Это очень слабый паразит. Но, тем не менее, у вас его быть не должно. Поэтому вырезаем отмершие ветви у самого основания, стараясь захватить их как можно ниже. Такие ветви в саду находиться не должны. После обрезки все они должны быть сожжены, поскольку вот эти плодовые тела, они все рассеивают споры. И если они найдут какую-нибудь ослабшую веточку, они, вы уж не сомневайтесь, они ее заразят, разовьются и вызовут ее окончательную гибель. Итак, все больные ветви вырезаем у основания и сжигаем в тот же день, не откладывая на потом. Убираем сорняки. Ведь сорняк – это первейший конкурент плодовому ягодному растению, любому растению, за питание и за воду. Этот пенек старой ветки уже давно усох, и мы его должны сейчас удалить. Удаляем под основание. Раз. Убираем также все плохо развитые побеги. Можете видеть, что он очень тонкий, и из такого побега добра не будет. Мы его удаляем, оставляя только самые хорошо развитые, с хорошо сформировавшимися почками. Вот видите, тоже вот совсем слабенький, он пытается расти, и в то же время тут же усыхает. Ему здесь не место. Убираем. Здесь эта ветка старая, побеги, видите, слабые, молодые, тем более вот эта часть отмерла, здесь есть отмерзшая часть. А рядышком у нас растет вполне хорошо развитый, молодой сучок смородины, и поэтому мы старую, плохо растущую убираем и удаляем, оставляя место для жизни вот этой молодой ветки. Опять же убираем сорняки. Их под вашим кустом быть не должно. Вот это вот, видите, тоже по поводу слабых ветвей. Слабые ветки, слабый урожай, говорится, от плохого. Семени не жди хорошего племени, тем более находится эта веточка в очень невыгодном положении. Снизу кроны, в тени. Поломанные ветки мы срезаем над почечкой. Из-за того, что куст был неправильно стянут, видите, у нас большая часть ветвей оказалась на одной стороне. Здесь образовалась загущенность. И нам нужно растению немножко помочь. Что мы можем сделать, чтобы убрать эту загущенность? Первое, это вырезать старые либо слабые ветви, если они имеются. Здесь старые мы уже пенечки вырезали, здесь все ветви, в принципе, одного возраста, но есть несколько слаборазвитых. Например, вот эта. Раз. Мы ее убираем. Смотрим здесь. Вот. Два. Мы оставляем вот эту вот светло-серую веточку. Прирост прошлого года. Она, хорошо развившись, потом даст красивую крону. Вот. Убираем вот эту веточку. Здесь, видите, вот поломанная, мы ее аккуратненько вырезаем под основание. Здесь эта ветка очень сильно перекосилась, фактически она легла на куст. Мы ее уберем, чтобы преимущество получили вот эти ветви для развития и правильно заняли крону. Часто бывает, что на смородине поселяется тля, и она деформирует молодые побеги. Вот вы можете видеть, что бывает с побегами, если на них поселился этот вредитель. Это не заболевание, это именно последствия заселения тлей. Для борьбы с этим вредителем необходимо до цветения провести обработку нашей смородины каким-нибудь биопрепаратом, например, тем же самым фитовермом или битоксибацелином. Можно использовать настои лекарственных растений или растений, обладающих инсектицидными свойствами, такими как пижма, которые способны значительно снизить распространенность тли, ну и сохранить, естественно, здоровье ваших растений. Еще вот последствия заселения тлей. Из-за того, что ее было очень много, наступило усыхание верхушки молодого побега. Если оставить так, как есть, то грибки, которые уже заселили отмерзшую часть, пойдут дальше и вызовут полную гибель этого молодого побега. И мы поэтому удаляем эту верхушечку, оставив здоровую почку. Все отмерзшие, повторяюсь, все срезанные больные части мы обязательно собираем отдельно и отправляем на уничтожение. В этой вот части, если мы посмотрим на крону, очень много молодых побегов. В этой мало. Нам нужно, чтобы куст имел уравновешенную крону, то есть равномерно развитую во все стороны. Поэтому нам придется сделать выбор. Одну из этих ветвей, которые идут, видите, кстати, они идут рядом, они будут конкурировать друг с другом. Одну из этих ветвей мы удаляем. Удаляем и вот эту слаборазвитую. Тем более, опять же, тля ее очень сильно повредила. Высосав фактически все соки, она привела ее к небольшому усыханию. Вот, смотрим. Сейчас у нас уже осталось несколько взрослых ветвей, в которых заложены почечки на плодоношение, вот эти округлые. И осталось несколько хорошо развитых молодых побегов замещения. Так вот еще вот эти слабенькие уберем. Они нам здесь не нужны. Убираем эту слабую ветку. Убираем те ветви, которые идут вниз. Они в дальнейшем могут лечь на землю. И в таких условиях обычно ягода пачкается, легче заболевает, и вам сложно ухаживать за растением. Поэтому ветки смородины, которые ложатся на землю, мы стараемся либо срезать, либо вам нужно будет в дальнейшем тогда ставить специальные подпоры, чтобы легче было ухаживать и собирать урожай. Резаем. Такие вот веточки. Мы можем немножко укоротить. Если вы видите, что ветка очень длинная, спокойно укорачиваем с переводом на боковую веточку. Здесь, поскольку прирост небольшой, сам куст все-таки был ослаблен. Здесь укорачивание побегов не потребуется. Посмотрим его со всех сторон. Уберем сорняки. Обратите внимание, когда мы убрали все отмершие части, то оказалось, что внутри куста имеются просыпающиеся почки. Вот эти вот ярко-зеленые ростки это будущее побеги-замещения. То есть мы сейчас освободили им фактически жизненное пространство. И через год вы уже не узнаете этот страшный кустик. Он будет иметь совершенно другой вид. А все благодаря тому, что вы дали возможность ему развиваться. Наш кустик должен быть прозрачен, ажурен. Веточки, как и у других, тереться не должны. Если есть возможность, мы можем даже оттянуть ветви в нужную нам сторону. Вот так вот в дальнейшем мы эту ветку немножко переведем, чтобы в этой части ветви тоже были равномерно расположены по всей окружности куста. После того, как мы привели в порядок куст, освободили приствольный круг от сорняков и порыхлили почву, необходимо куст подкормить. Ранняя весна – это период, когда растению требуется в первую очередь азотное удобрение для того, чтобы активно начать сезон. Азот нужен для роста вегетативной массы, для листьев, для побегов. В качестве азотных удобрений можно использовать такие препараты, как мочевина, карбамид, либо различные виды селитры – аммиачная, калийная селитра. Мы будем использовать карбамид. Это высокоэффективное удобрение с повышенным содержанием азота. На такой вот кустик нам нужно буквально 30-40 грамм удобрения. Больше сыпать не нужно. Лучше немножко не докормить, чем перекормить. Это фактически столовая ложка с горкой, либо 1,5 столовых ложки. Мы берем удобрение и равномерно распределяем по приствольному кругу нашего кустика по поверхности почвы. Вот. После того, как мы внесли карбамид, мы слегка заделываем его в почву. Он сам по себе легко растворяется, но мы его поможем. Рыхлить под кустами смородины нужно очень осторожно. Повторюсь, у смородины поверхностная корневая система. Поскольку весны в наше время все чаще и чаще становятся засушливыми, почвенная влага быстро уходит, весной стало необходимо проводить поливы. А тут мы это совместим еще и с подкормкой. мульчирование наконец, завершающий этап ухода за нашими кустами это мульчирование приствольного круга. Для мульчи мы используем хороший перепревший компост. тщательно засыпая всю почву толстым слоем. Не бойтесь насыпать внутрь куста. То, что там сейчас находятся молодые побеги, ничего страшного, они через мульчу прекрасно пробьются. А мульча даже защитит их от возможных заморозков, создаст им благоприятные условия для развития. Слой мульчи под кустом должен быть приблизительно около 10 сантиметров. В таком случае получается создаются наилучшие условия для развития корневой системы. А учитывая, что очень многие вредители, в частности тех же самых смородины черной, смородины красной и прочих ягодных культур зимует в верхнем слое почвы. И когда мы ее рыхлим, а потом мульчируем, мы не даем этим вредителям выйти. И чем толще слой мульчи под нашими кустами, тем сложнее вредителям выползти наружу. И они многие так и остаются в почве, погибают. На этом для этого куста все. В дальнейшем мульчу можно будет подновить уже ближе к осени, после того, как вы уберете урожай и пройдет листопад. Дело в том, что дополнительный слой мульчи осенью предохранит корневую систему от подмерзания в малоснежные зимы раз и опять же заблокирует выход различных вредителей и их личинок, которые зимуют в почве. на этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал Процветок! Редактор субтитров А.Семкин